Доброе утро, ребята! Очень рад вас видеть! Привет, привет! Ой, Сережа! Что? А почему у тебя руки краской испачканы, а? Ну, дело в том, что я осваивал технику рисования пальцами, вот поэтому все руки в краске. Понятно. О, красиво получилось! Вот ты лишний раз доказал, что у тебя есть художественный талант. Вот так. Но все равно сидеть с грязными руками не очень-то прилично. Сереж, надо что-то делать. Ты знаешь, я уже пришел к выводу, Степашка, что в мастерской у нас не хватает рукомойника. Ой, какое смешное название. Рукомойник. Рукомойник. Это подвешенный сосуд с водой, предназначенный для мытья рук и умывания. Появилось такое устройство более тысячи лет назад. Простейшие его варианты имеют только ручки для подвешивания и носик для выхода воды. Усовершенствованная же версия снабжена удобным клапаном снизу. Итак, Степашка, сегодня мы будем делать нужную вещь – рукомойник. Отлично! Кстати, мне кажется, что такая штуковина может очень пригодиться на даче или в походе. Ну, конечно, и на даче, и в походе, и просто на пикнике. Потому что руки должны всегда быть чистыми. И это, ребята, залог здоровья. Съёжик, ты, как всегда, совершенно прав. Рассказывай скорее, что нам понадобится для изготовления нашего персонального рукомойника. С удовольствием, Степашка. Итак, нам понадобится пустая пластиковая бутылка, шприц без иглы, клей-пистолет, канцелярский нож, небольшой напильник, маникюрные ножницы и верёвка. Хм, ну пока трудно представить, что из этого набора получится что-то стоящее. Немного терпения, Степашка, и скоро ты всё увидишь. Ну хорошо, и тогда из чего начнём? Первым делом откручиваем крышку от бутылки. И вынимаем поршень из шприца. Угу. Ребята, ни в коем случае не берите шприц из аптечки самостоятельно. А я ещё раз вам хочу напомнить, ребята, что шприц мы используем без иглы. Да, это очень-очень важно. Теперь, ребята, надо в крышке вырезать отверстие. Для этого прокалываем в центре маникюрными ножницами небольшую дырку. Угу. Вот так. Вот, ребята, сейчас лучше позвать на помощь родителей. Помните, работать с острыми предметами могут только взрослые, но под вашим чётким руководством. Всё верно, Степашка. Спасибо тебе за напоминание. Итак, отверстие я прорезал. Теперь вставляем в него напильник. Угу. И далее, ребята, отверстие мы расширяем с помощью напильника. Для того, чтобы потом в это отверстие спокойно вошёл шприц. Ой, как у тебя быстро получается. Напильник очень хороший. И в целом, работать с крышкой очень удобно. Материал мягкий. Хи-хи-хи. Здорово. Обязательно контролируем диаметр, чтобы отверстие не получилось больше необходимого. Угу. Степашка, давай проверим, всё ли у нас получилось. Так. Вставляем шприц в крышку. Готово. О! Получилось! Хи-хи-хи. Здорово. Теперь отрезаем верхнюю часть шприца с помощью канцелярского ножа. Угу. Ровно по метке. Хи-хи. Красота. Хи-хи-хи. И теперь вновь шприц вставляем в крышку. И для герметичности проклеиваем клеем-пистолетом. Угу. Только, пожалуйста, ребята, не забудьте, что клей очень горячий. Будьте внимательны и осторожны. А лучше доверьте и эту работу родителям. Все верно, Степашка. Осталось подождать, когда клей подсохнет. Ну что ж, подождем. Кстати, вот интересно. А какие еще бывают рукомойники? Рукомойники бывают не только подвесными, но и ручными. Как правило, такие приспособления называются акваманилами. От латинского слова «аква» – вода. И «манус» – рука. В древние времена акваманилы чаще всего делали в форме животных и птиц с отверстием во рту для выхода воды. Итак, клей высох, и наша крышка готова. Пора переходить к испытаниям. Хе-хе, здорово! А это как? Элементарно, Степашка. Смотри. Первым делом наливаем воду в бутылку с помощью ворот. А что дальше? А дальше вставляем поршень в шприц, приклеенный к крышке. Угу. И... И навинчиваем крышку на бутылку, да? Да, Степашка. Хе-хе-хе. Вот так вот. Угу. А умывается-то как? Так, сейчас я тебе все продемонстрирую, Степашка. И вы, ребята, смотрите внимательно. Мы повесим наш рукомойник на специальный кронштейн. Переворачиваем бутылку. И фиксируем ее с помощью веревки. Сереж, давай я тебе помогу. Давай, Степашка, это будет очень кстати. Держи контейнер. Так. Завязываю все крепким узлом. Степашка, держи веревочку, помоги. Так, так. Угу. Отпускай. Так. Все, завязываю узелок. Угу. Опа. Вот такой, Сережа, сильный. Да, так и есть. Смотрите, ребята, как это выглядит с обратной стороны. Вот. Так. А умываться-то как? Очень просто, Степашка. Подносим руку к поршню, надавливаем на него. И вот, вода течет. Отпускаем. Вода не течет. А что-то плохо течет. Ты очень наблюдательная, Степашка. Все потому, что в бутылке образовался вакуум. И туда, внутрь бутылки, нужно пустить воздух. Как мы это сделаем? Я не знаю. А как? Очень просто. Отрежем дно бутылки. Ой. Теперь воздух в нее спокойно попадает. Через получившееся отверстие в бутылку можно доливать воду. Здорово. И давайте посмотрим, как сейчас будет работать наш рукомойник. Да, очень хочется посмотреть. Надавливаем на поршень. Так. Ой. Вот. Ой. Вот теперь совсем другое дело. Мне даже сразу захотелось помыть свои лапки. Так в чем же дело, Степашка? Воды на всех хватит. Ребята, вы можете вешать свои рукомойники куда угодно. На дерево, крыльцо или забор. Ну а наше сегодняшнее занятие подошло к концу. Да. Следите за выпусками нашей мастерской. И пишите нам письма. Адрес внизу экрана. Пока-пока. Пока-пока. Увидимся на канале Карусель. Пойдемте, Степашка, мыть руки. Пойдем. Пойдем. Так. Вот. Здорово.